Воскресенье в 8 часов утра. На ледовом катке, несмотря на столь ранний час, настоящий ажиотаж. Здесь буквально через несколько минут начнется хоккейный матч, который можно по праву назвать историческим. На лед выйдут сборные команды, администрации района и администрации города. Настроение спортивное, настрой боевой, настроен на победу. Соревновательный дух присутствует уже неделю. Когда объявили, что будут соревнования, все начали потихонечку пробовать коньки одевать, зашнуривать. Потому что в свое время в детстве, когда еще лед стоял на озерах, приходилось играть. А сейчас уже лет 20, наверное, как на коньках не стоял. Однако отсутствие опыта на качестве игры не сказалось. Спортивный азарт и желание победить с лихвой компенсировали нехватку профессиональных навыков. Выходит с вороту бросок. Ромов, еще бросок. Атака продолжается. Взлезает за лево, бас, влезет бросок. Бол! Не знаю, как закончится матч, хотя верю, что он закончится благополучно. Но такой игры от нашей команды, такой волевой, друсной, такой целеустремленной, бесстрашной, я не видел эта игра. По правилам дворового хоккея, на поле находилось по 4 игрока и вратари. Играли 3 периода по 15 минут. Итого 45 минут активного отдыха на чистом воздухе. Это здорово. Это здорово. Это прямой путь к здоровому образу жизни. За жаркими баталиями на льду напряженно следили болельщики. Они как могли поддерживали свои команды. Мы болеем за район, потому что лучший он! То ли горячая поддержка болельщиков, то ли более хорошая подготовка. Однако во втором периоде преимущество сборной администрации района стало очевидным. Они проводили одну атаку за другой. Результат такой наступательной стратегии не заставил себя долго ждать. Второй период закончился со счетом 5-3. Лидирует команда района. Будем надеяться, городской администрации удастся отыграться. Отыграться команде городской администрации, несмотря на все старания, в третьем периоде так и не удалось. Шайбы продолжали сыпаться в их ворота. С итоговым счетом 9-4 победу одержала команда районной администрации. Победителям вручили кубок, а лучшим игрокам обеих команд памятные подарки. Это замечательное событие, это замечательный спортивный праздник. И выходя на этот каток, мы, конечно же, преследуем основную главную цель. Это личным примером, это как можно большим вовлечением в спорт старшего поколения. Жители нашего района, всех поколений, для того, чтобы они занимались спортом. Для того, чтобы они вели здоровый образ жизни. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Анна Монастыренко, Дмитрий Натура, Александр Тимовская. Программа События.